Дорогие друзья, перед началом этого ролика я хотел бы извиниться за качество звука в первой части видео, потому что мы немножечко его не дожали и перекрутили громкость, поэтому переписать уже нет никакого смысла, потому что вот это вот слова там сверху, это будет не очень качественно. Поэтому еще раз прошу прощения. В любом случае, для тех, кому интересен этот автомобиль, конечно же, все будет понятно, но качество звука, конечно, нам с нашей съемочной командой за это стыдно, поэтому еще раз просим прощения за этот небольшой косяк. Субтитры сделал DimaTorzok Ravio автомобиль Jelly Cool Ray 2020 года в максимальной комплектации, который стоит 1 миллион 500 тысяч рублей. То есть не 1 миллион 499, конечно, они сказали, но 1 миллион 500 тысяч рублей. Как я уже сказал, у нас максимальная комплектация. Сегодня я расскажу вам полностью про этот автомобиль. мы жестко его прям испытаем. То есть вот прям вот после последнего китайца я хочу прям во все как бы его тяготы наших российских дорог, соответственно, огнуть и полностью посмотреть, как он отрабатывает все. Мы проверим разгонную динамику, многоелкость подвески, мы проверим тормоза, оценим качество салона, шумоизоляцию, аэродинамические шумы на высоких скоростях, посмотрим заднее сидение, багажник. И, конечно же, скажете, что 1,5 миллиона это дорого и все остальное. Но вообще, если вы откроете Автору, то можно такие автомобили найти. То есть вы заходите в новые автомобили, в раздел, и посмотреть, что там предлагают салоны со всеми скидкой. 1,119 миллиона, то есть вы можете купить такой автомобиль. Посмотрите, пройдите, ссылочки оставлю в описании. То есть у нас преимущество в том, что здесь такой же, в любом случае, даже в начальной комплектации, будет такой же полуторалитровый мотор 150 сил, трехцилиндровый, соответственно, это турбо, и передний привод, и робот. Наши автомобили, здесь все есть такие вот прямые визуальные показатели, что это максимальная комплектация, это заднее именно, антикрылой, а не спойлер, это панорама видно, это черная крыша, это окантовочка, это такой яркий цвет. Вот как вам визуально, вот если вот так убрать, например, да, то есть если сказать, что это не китаец, что это действительно, вот как вам, как, мне кажется, очень круто. Вам не напоминает визуально этот автомобиль Volvo CX40, да, который я тоже тестировал, кстати, ссылочку оставлю в описании. Вообще здесь у этого автомобиля очень много от Volvo, то есть об этом мы будем разговаривать, когда я сейчас перейду к технической части, но вот визуально, самое, что меня поразило в этом автомобиле, здесь выхлоп, 4 трубы, и он настоящий, настоящий выхлоп. Здесь, как у GT-R-а, задний противотуманный стоит фонарь. Задница, конечно, немножечко, ну вот, в общем, выхлоп делает эту задницу, даже Audi сейчас не делает уже настоящий выхлоп, мне кажется, это прогресс. Итак, значит, ну, под капотом у нас все в пластике, даже аккумуляторы, я думаю, они укутали в пластик, знаете, какую-то дорогую дубленку на него одели, постарались вот под капотку сделать очень качественно, как будто они вот смотрят на другие тачки, то есть вот открываешь капот, и не стыдно, да, что там провода торчат, тут какая-то такая есть шумо-вибро, шумо-теплоизоляция, да, то есть, ну, единственное, что мне вот прям все в пластике, вот мне не очень нравится, что вот жидкость, стекломылатель у нас здесь находится, да, вот заливная горловина, а вот именно антифриз у нас заливается сюда. Надо было, мне кажется, сделать все-таки по-другому, потому что, блядь, еще не закрывается с первого раза. Вот эта крышка хочется выкинуть. Надо было наоборот сделать, вот эту горловину спрятать сюда, а вот жидкость, стекломылатель вот поставить сюда, чтобы зимой там на трассе там или с грязными там руками вот это все нет, вот тут вот вывели бы и залили все, а сюда бы поставили уже антифриз, потому что горловина антифриза, мне кажется, раз в год тут максимум будет нужна, и то на то. Значит, что у нас здесь под капотом? Как я уже сказал, здесь полуторинтровый турбодвигатель, три цилиндра, соответственно, разработан, вы все, знаете, прежде чем, короче, я буду говорить, все прекрасно понимают, что компания Джили купила Volvo, да, и в этом автомобиле очень много схожих таких агрегатов, как у с Volvo CX40. У них очень схожая платформа, у них схожие двигатели, у них схожие роботы, поэтому, в принципе, их можно назвать братьями-близнецами. Тут стоит полуторалитровый двигатель, три цилиндра, непосредственный впрыск, 150 сил, такой же двигатель у нас стоит на Volvo XC40, у нас сцепление в мокрой ванне, ну, по конструкции, я не помню, что это слово, очень напоминает S-Tronic у Audi, ну, по конструкции, да, потому что сцепление, 7 ступеней, как бы, и все остальное. Вот, в принципе, подвеска передняя у нас Макферсон, сзади у нас обычная балка, поэтому маловероятно, конечно, что этот автомобиль когда-нибудь будет полноприводный. По ценовой политике, по ценовой политике мы можем прекрасно, как бы, осознавать, что этот автомобиль будет конкурировать или со Шкодой Karoq, или с Kia Seltos. Ну, в общем, там плюс-минус все одинаковое, но автомобиль в схожих комплектациях дешевле конкурентов на 200 тысяч рублей. Это, конечно, есть несомненное преимущество, вот, когда вы будете читать прайс в автосалоне. Конечно, есть и минусы у этого автомобиля, но, во-первых, это китайцы. Ну, китайцев у нас в России все равно фанатов пока мало. Ну, неважно. По конструкции, как я уже сказал, тележка примерно, опять же, и дизайнеры, бывшие дизайнеры Volvo разрабатывали, да, как-то бывший дизайнер Volvo звучит как-то не очень. Как будто его выгнали с работы за то, что он рисовал. Плохие автомобили, блядь. Тормоза у нас везде дисковые, это очень хорошо, но, в принципе, на мой взгляд, за такие деньги, даже за полтора, такой набор опций, который я вам сейчас покажу, он, в принципе, такой очень хороший. Конкурентов в этом сегменте мало по оснащению. А что там есть, я вам сейчас внимательно расскажу. Ну, по комплектации, как я говорил, это у нас максимальная комплектация. Комплектация. Отличие от базовой версии, которая самая доступная, самая дешевая. Значит, у нас комбинированные, ну, кожи типа, ну, это... Здесь вот можно, конечно, зацепиться, но вот здесь, походу, кожа такая, знаете, такая... Здесь пластик крашеный, то есть отделка цветная, то есть у нас идет цветная отделка вот передней панели. У нас идет здесь электронная передняя панель, соответственно, у нас здесь кожаные сиденья, у нас в базе будут обычные сидушки. У нас, конечно же, не будет панорамы, и у нас в максималке, опять же, камера 360 и круговой взор. То есть это мы обязательно проверим, когда поедем, жили, загорается, все так. Но могли бы, конечно, логотип сделать как-то более... Ну, как будто вот, ну, хочется графику обновить. А так у нас тут Porsche, тут Lexus, тут просто дисплей большой. Из минусов в комплектации, чего бы хотелось добавить, чего бы хотелось добавить. Хотелось бы добавить двухзонный климат-контроль, точно. Потому что здесь одна зона. Хотелось бы добавить сервисы типа Яндекса, Карплея, так как это есть у конкурентов. Вот. Но вот так вот по месту, по всему, очень даже неплохо. То есть сидушки, подголовники очень удобные. Так, давайте попробуем сесть назад. Сам за собой. Электропривод сидушек у нас. Механическая регулировка руля. Вот интересно, как это... Вот вроде бы все сейчас тут... Все вроде не скрипит, не трещит. Вроде бы все здесь хорошо. Да, но хочется посмотреть, что будет через 20 тысяч здесь. Попробуем сесть назад. Сзади, конечно, объемы прям добавляет панорама. Очень круто. Это черный верх. Здесь у нас... Комат. Здесь у нас подогрев сидений двухступенчатый. Зарядки USB. Ну, вот мне за собой сидеть очень удобно. То есть места прям очень много. Блин, как все-таки черный потолок. И, кстати, в стартовой комплектации будет именно потолок обычный белый. А тут прям добавляет какой-то роскошь. Вот с этого ракурса посмотришь на салон. Прям супер. Ладно, давайте посмотрим багажник. Итак, багажник. Ну, кстати, можно было поудобнее что-то здесь сделать. На самом деле, не очень удобно. Электропривод у нас нет, к сожалению, даже в максимальной комплектации. Так, здесь у нас полочка. Ниша для... А где запаска? Под нишей? Так, здесь у нас домкрат. Соответственно, ниша для каких-то мелочей. Ну, там трос, аптечка и все остальное. Открываем полочку. Здесь у нас докатка. Ну, багажник, да, такой маленький. И, соответственно, если что-то нам нужно крупногабаритное перевести, то мы открываем. И складываем всю дужку. Ну, а теперь переводим. Переводим, прежде чем я сделаю вывод про эту машину, переводим мы, резко перематываемся назад. И, соответственно, смотрим, а то мои первые впечатления во время того, прямо как я хотел записать первые впечатления от этого автомобиля на ходу, прямо когда около салона я сел и поехал. Итак, дорогие друзья, на тест нашего прекрасного джили мы приехали на Prado. И у нас в базовой комплектации, к сожалению, нет встроенного регистратора, как уже ставят в базе китайцы. То есть у японцев в базе нет того, что есть уже в китайцах. Поэтому в этом нам поможет прекрасное устройство, комбо-устройство. Fujita Karma Pro S, которое нас выручает. Это прекраснейшие видеорегистраторы, которые экономят наши деньги на штрафах. База камеры обновляется постоянно по Wi-Fi. Удобное крепление магнитное, да, то есть можно просто вот так вот снять, снять, поставить, то есть очень-очень все быстро. Конечно, камера антибликовая, прекрасная камера именно само качество, то есть это камера Sony антибликовая, все круто, все хорошо, экономят наши штрафы, да, то есть по Wi-Fi обновляется база камер постоянно. Два года гарантии, все остальное, но больше всего мне понравилось в этом регистраторе, то, что ты можешь через приложение, например, зайти. Поскольку он обновляется через приложение, это приложение полноценно, и можно наблюдать, что происходит в автомобиле на расстоянии. То есть вот это меня очень поразило, это очень удобно, когда хочется там, например, посмотреть, что происходит в машине или вокруг твоей машины, когда тебя там нет. То есть вот это очень удобно, это меня очень зацепило, Поэтому, если вас заинтересовало это комбо-устройство, которое во всем нас помогает, мы можем даже какой-то эпизод с него подснять, потому что камера действительно очень крутая. И ночью снимает, и днем, и угол обзора большой. То есть, проходите по ссылочке, посмотрите, потому что, на мой взгляд, это один из самых крутых видеорегистраторов, которые вообще когда-либо я видел в жилье. Итак, друзья, значит, за руль этого автомобиля сажусь впервые. Напоминаю, наш автомобиль стоит полтора миллиона рублей. Борьба с коронавирусом, так скажем, или в салонах в дилере у джили, все обрабатывается, санитайзеры, машину обработали, везде маски, гели, то есть чистота полнейшая. Более того, конкретно наш автомобиль обработали перед тестом на ТО, установили фильтр CN95, который защищает вас от всех болезнетворных микробов, вирусов и всего остального. Поэтому мы полностью в безопасности и защищены от различных вирусов. Это очень говорит о том, что люди готовятся работать в любых условиях, мне это очень нравится, поэтому очень даже неплохо. Значит, 40 км в час. Ну, очень легкий руль, то есть у нас электроутилитель, как я понимаю. Один из самых быстрых автомобилей джили у нас на тесте. Ну, так, я бы сказал, что... не сказал бы, что она навергоемкая, прям чувствуется, что вытрясывает. Ну, по салону я не скажу, что прям место. Ну, просто максимально круто, визуально, по крайней мере. Сложно сказать, что будет через 10 тысяч километров или 20, но вот так вот максимально они сделали, конечно, такой салон. Очень круто сделано. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, как... А тут, подожди, а тут дышников не может быть? Нет. На 120 небольшое завихрение появляется. 140. 140. Тормози. Там дорога нормальная? Нет. Так и сказали. Ну, да. Что, вот реальность. Ну, подвеска, кстати, достаточно энергоемкая. Если ты разгоняешься, то есть все хорошо, все классно. Больше газа, меньше ям, как говорится. То есть едем по такой дороге, которая ремонтирована раз 300 с заплатками. Пока вроде бы ничего, ни одного жучка, хотя машина, конечно, у нас с небольшим пробегом. Но на 120 здесь какое-то было динамическое завихрение. Соответственно, дальше едем, приводим спорт режим. Соответственно, спорт режим у нас, как видите, меняется у нас панель. То есть у нас тахометр во главе. У нас более четкие реакции на газ у педали. И, соответственно, руль уже так нальются таким приятным усилием. То есть, ну, немножечко сопротивляется нам. Эко-режим. Ну, пока все быстро. То есть, все работает нормально здесь. Но робот у нас даже в обычном, кстати, режиме быстро очень реагирует. На педаль газа. Это намного лучше, чем вариатор на Тиге. А там резкий поворот? Да. Прям очень? То есть надо уже тормозить. А что, тебе на неровностях сносят под газом, конечно? Вот это вот испытание, я понимаю. Вот это испытание для... Что-то там так прицеп неэротично прыгает, что не хочется ехать по той дороге. Но... Еще бы выхлоп, знаешь, у вас там такие вот четыре патрубки стоят. Хочется, знаешь, чтобы... При переключениях тут же робот. Его можно кат и выметь, и он будет хлопать, как ваг. О! Ага! Давай-давай-давай! Сейчас максимально. Если что-то должно сломаться, то сейчас сломается. Интересно, он в Газфол едет? Да, по-моему. 150 по такой дороге, это жесть. Интересно, а не китайцы так вот испытывали ее на наших дорогах? Не, очень хорошо. Подвеска даже вот 130-140, перестраивающаяся на неровной дороге. Уверенно держит автомобиль. По крайней мере, рулежка мне нравится. О, это круто! Вы посмотрите, у нас поворотник показывает, что происходит. Первый раз я такое увидел на Хонде Аккорд. Потом я увидел это на Киа Ка 900. Так, ну что, давайте сначала... Сколько она разгоняться должна до 100? 8,4. 8,4? Три человека в салоне, климат. Возможно, она не поет сейчас 8,4, но тем не менее. Пробуксовка! 10,1. Ладно, выйдите пока из машины, я сейчас за вами вернусь. Ну и что, начали? Пустая дорога, газ в пол. Сейчас получше, зацеп есть. 8,3. Отлично! Завод мы показываем, уже хорошо. Давайте проверим максималку у этого автомобиля, до скольки его можно теоретически разогнать. Так, газ в пол. Я сейчас после Тига буду всех их прям в пределе. Чтобы вот прям все трещало по швам. 120, 130, 140. 150, 160, 160, 170, 180, 190. Дороги не хватает. Тормоз со 180 в пол. Отлично! И еще раз. И еще раз. Также со 180. 88,2. Птички, дерево у нас тут, пикничок. Так, приходим в эко-режим. Конечно, тормозами воняет в машине, но в любом случае, это же у нас не обзор. Мы прям максимальное испытание для автомобиля пытались. Тут такая гема была, по-моему, груз. Ну, что я могу сказать, друзья, пока все хорошо вообще. То есть, тормоза не плывут. Ну, конечно, может, четыре раза. Но это же прям вообще экстремальное торможение было. Но, действительно, у меня смысл, у нас 120 здесь какой-то. Сейчас опять разгонимся. Вот здесь. И без пиклиния. Итак, дорогие друзья, какой можно сделать вывод? Во-первых, разгон очень хороший. Мне понравилась управляемость, мне понравились тормоза. По крайней мере, в масштабах сегодняшнего теста машина провела себя просто прекрасно. То есть, конечно же, по набору опций и цена-качество, как я уже говорил, цена-комплектация, он на лопатки кладет конкурентов. Опять же, посмотрите. Потому что за миллион двести можно уже машину купить прям очень хорошую. Достаточно хорошей комплектацией. Что еще хотелось бы сказать? В принципе, машина очень сложно ориентирована, на мой взгляд, потому что она очень такая, на мой взгляд, няшная. То есть, вот у нас в России пока, то есть, делятся тачки либо практичные, либо крутые. Но, на мой взгляд, вот пока за няшность, за такие цвета, за все остальное, мало кто платит. Конечно, платят, но это небольшое количество потребителей этих автомобилей. Поэтому, как я уже сказал, машина очень хорошо рулится для этого класса автомобиля. Она хорошо ускоряется, достаточно быстрый робот, семиступенчатый, хороший дизайн и огромное количество комплектаций. Но о том, что ее массово будут все подряд покупать, ну, на мой взгляд, это маловероятно. Но, как продукт для своего сегмента, для своего рынка, я могу сказать, что очень даже хороший, качественный продукт, несмотря на то, что это китайец. Спасибо вам большое за внимание. Огромное спасибо официальному дилеру Джиле в Ишкарале, автоцентру Лион за предоставленные автомобили, за помощь в организации съемок. Так что ставьте лайки, комментируйте, что можно купить в этот бюджет, или что бы вы взяли за 1,2 или в 1,5 из этого сегмента. Будет очень интересно послушать ваше мнение. Так что сегодня с китайцем у нас все хорошо, ни что не сломалось, все прекрасно. Все, до свидания.